Здравствуйте! Это актуальное интервью. Я Андрей Погорелов. Мы обсуждаем актуальные вопросы и события. Сегодня гость нашей студии, руководитель региональной общественной организации Якутская медицинская палата, главный врач Якутской городской больницы номер 3 Светлана Давыдова. Светлана Николаевна, здравствуйте! Добрый день! Сегодня говорить мы будем о инциденте, который произошел в селе Янграда, где местный врач нанес побои своей пациентки и вследствие ему грозит, конечно же, уголовное наказание. Реакция Минздрава была такова – уволить врача, провести служебную проверку. Конечно, подводить какие-то итоги сейчас очень рано. Этим должны будут заниматься, в первую очередь, правоохранительные органы, которые уже подключены к этому вопросу. Но нельзя не спросить вас, как медицинского общественника, каково вообще ваше мнение в данном случае и медицинский ли вообще это конфликт? Учитывая вообще произошедшее в дни новогодние праздники, новогодние длительные каникулы, надо учесть, что в данный период сам по себе работник уже находился, тоже как бы выходной день у него был. И то, что прямо отнести, что вы сказали, что это врач избил своего пациента, это тоже неправильно, потому что в данном случае идут гражданские отношения между мужчиной, врачом, который работает врачом, и студенткой или девушкой, которые пришли на дискотеку. И то, что это было перенесено по воле и судьбе, или как-то так в стенах больницы, это, конечно, дало такой общественный резонанс, который, конечно, мы сегодня обсуждаем. И сегодня мы вообще обсуждаем только тот момент, который имеется в социальных сетях, это момент, когда врач поднимает руку и рукается с человеком, который пришел на получение своей, ну, оказание медицинской помощи. Здесь надо, конечно, учесть, что, сразу я отметила для себя впервые, когда только посмотрела этот ролик, я посмотрела, что человек без халата, он, значит, не работает. Единственный работник, который был, это человек, который стоял в халате, это медсестра, оказалась в последующем, да, и что в кабинете было очень много народу. Когда ведет прием врач-пациент, там должен быть всего лишь врач и непосредственно пациент. Врач, он должен сидеть в своей, как бы, положенной специальной одежде, да, спецодежде, но этого не было. И я считаю, что лично мое мнение, что это были только гражданские такие отношения, и оценить его как инцидент между врачом и пациентом я сегодня не могу. И считаю, что сегодня у нас презумпция невиновности еще действует, да, и напрямую сказать, что врач виноват, или сотрудник больницы виноват, или человек, который подошел на прием, виноват, я тоже не могу сказать, потому что этим должны заниматься правоохранительные органы, правовую оценку данного инцидента все равно дадут. И сегодня занимаются и следственное управление, прокуратура этим вопросом. Ну, пусть решают. Но на основании вот этих видеороликов, которые появились в социальной сети, руководитель медицинской организации обязан принять меры в отношении сотрудника, который был отмечен вот в этом ролике. Но в то же время надо отметить, что перед всеми этими длительными выходными в Министерство здравоохранения было подписано ряд таких приказов, которые обязывало все лечебные учреждения подготовиться к этим длительным выходным дням. И мы, конечно, вот это все было сделано. Я так думаю, что и в Министерской больнице все это было проведено. Все ответственные дежурные тоже были ознакомлены с этим приказом, как себя вести, как передавать какие-то виды инцидентов и так далее. Вот это все было отработано в больнице. Человек, который подписывался под этим приказом, о том, что он выполняет все эти данные, пункты приказа, он, конечно, должен нести свою долю ответственности в данном случае. И то, что была предпринята первая реакция руководства больницы, я вот разговаривала с главным врачом по этому вопросу, который была предпринята больница, она в рамках правового поля, который действует в данном случае главный врач. Я так думаю, что он правильно предпринял меры. И то, что на сегодняшний день при существовании презумпции невиновности врача, врач написал заявление. Ну, изначально вроде прозвучала информация, опять же, в средствах массовой информации, что уволить должны были врача. Но, тем не менее, он вроде, как позже выяснилось, сам написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Вот как вы оцениваете вообще реакцию Минздрава, главного врача и что, возможно, ожидает вообще руководство этой больницы? Ну, что сказать, я как сама руководитель, скорее всего, для меня это очень близко, потому что мы в течение всех праздничных дней, как руководители, да, в любом случае находимся в таком состоянии, в ожидании всего угодно, всего, что угодно, да. И в данном случае то, что принято руководством больницы проведение служебного расследования, да, как бы объяснительное от работников данной участковой больницы, да, и так далее, это очень даже правильно. И предложить, как руководитель, главный врач, он не мог сразу же взять и уволить врача, потому что есть трудовое законодательство, согласно которого в любом случае есть определенные моменты до увольнения врача. И в данном случае, вот я так думаю, что период, когда он уйдет в отпуск по следующим уходам, ну, это, я так думаю, тот период, когда и правоустанавливающие какие-то уже выйдут, ну, какие-то вот заключения и так далее, вот в данном случае, конечно, это будет нормально. А вот руководители этой больницы могут наказать или центральная районная больница именно? Ну, руководители в данном случае, конечно, не являются субъектом гражданских правоотношений, вот в данном случае своего сотрудника и не пациентки, а гражданки, гражданки, они не являются субъектом вот их правоотношений. Единственное то, что в данном случае врач, ну, главный руководитель, он должен ответить за то, что, почему это произошло в стенах больницы. Но в стенах больницы мы опять-таки видим, что там происходит не в спецодежде, ни в чем, а именно правоотношения, опять-таки, правоотношения гражданских... Гражданский бытовой конфликт, да. Бытовой конфликт, да. Произошел в стенах больницы. В стенах больницы. И я так думаю, что в данном случае это, наверное, скорее всего, надо рассматривать не как нарушение трудового законодательства, да, а скорее всего гражданское... Ну, это чисто мое мнение, да, это не нарушение трудового законодательства, а нарушение, ну, гражданско-побловые отношения, которые влились в больницу, внутри больницы. Ну, к сожалению, подобные инциденты, они довольно часто происходят и на всей территории Российской Федерации. Вот, к примеру, в случае в кардиодиспансерии в Рязани, где врачи вместо того, чтобы принимать пациентов, устроили некое, так можно сказать, чаепитие. Насколько вот подобные ситуации происходят в нашей республике и чем они обычно заканчиваются? Ну, я, например, на своей памяти таких случаев еще не помню. Ну, может быть, где-то в 90-х, в 2000-х годах какие-то случаи были, но в последующем вообще у нас таких инцидентов не было. Это впервые такой инцидент, который имеет такую общественную резонанс, да. И я так думаю, что, как бы сказать-то, в любом случае, в любом случае, ну, здесь уже возникают правовые, ну, будучи на дежурстве, врач не должен допускать никаких таких грубых нарушений трудового законодательства. И поэтому, когда происходит что-то такое, внутри больницы сразу принимаются очень быстро какие-то, ну, решения, административные заскания и так далее. Ну, дай бог, таких случаев еще не было у нас. Ну, социальные сети, к сожалению, этому способствуют. Если раньше, возможно, не было такой возможности выложить в сеть, да, то сейчас они появились. И вот, опять же, возникает вопрос, сам инцидент произошел после Нового года сразу практически, а в сети почему-то появился спустя только две недели. Тут же опять вопрос про охранительные органы, с чем это было связано и кто его выложил, для чего все это происходило, вся эта съемка, да. Вообще ситуацию субъявляет та ситуация о том, что врач участвовал в программе «Земский доктор» и получил бюджетные средства, да, где ему полагалось пять лет отработать, но, к сожалению, он на данный момент отработал всего полтора года вообще. И найдется у нас другой врач. Что в этой ситуации вообще произойдет? Ну, самое-то главное, что мы потеряли кадры, да, потому что таких кадров мы готовимся не просто, не два-три года. Это почти десять лет подготовки кадров. И то, что случилось, это большая потеря, конечно. Ну, и по «Земскому доктору», ну, программа «Земский доктор» у нас в республике порядка пяти лет очень хорошо работает. И по этой программе, я так думаю, что проблем не будут найти врача для данного, как бы сказать, для данного поселка, да. Тут, скорее всего, знаете, еще что, там в Иенгре порядка, где-то около сорока лет проработал врач. Врач, ну, возрастной такой, да, и как бы получилось, что на сегодняшний день единственный доктор, который был готов к работе, оказался вот этот врач. Он сам выходец оказался из Иенгры, да, и так далее. Ну, как бы, само по себе судьба ему говорила, чтобы он точно так же принял вот образы работы именно вот в этой Иенгре. Ну, получилось, видите, как не очень-то и хорошо получилось. Ну, теперь надо будет Никону Петровичу готовить кадры. А какова у нас вообще ситуация с местными кадрами именно вот в селах по большей степени? И что необходимо вот сделать для того, чтобы, может быть, кардинально изменить ситуацию, и чтобы вот не возникало таких сложностей с кадрами? Ну, был конгресс Медицинской палаты Российской Федерации, да, там были очень много предложений именно по этому вопросу. Потому что в целом по Российской Федерации укомплектованность кадрами именно в сельской местности, она очень низкая. И это всегда бьет именно по уровню здоровья нашего населения, да, потому что получается, что пациенты, то есть жители тех или иных районов, где отсутствуют медицинские работники, они, как бы, являются объектом неоказания медицинской помощи. И, как бы, все это им предоставляют. Ну, там, в России, как бы, это очень большой процент. В республике у нас более-менее этот вопрос, как бы, решился, да, но есть, Алены, некоторые такие территории. Это, в основном, у нас арктическая территория, да, насколько я знаю, потому что я не могу это полностью констатировать. Конечно, укомплектованность с медицинскими кадрами, она очень низкая. Самое главное здесь, в данном случае, вот в Янгре, что получилось, что свой кадр, внутренний кадр, он должен был там работать. Именно вот таких вот кадров, которые непосредственно приедут потом после учебы, учатся работать там, поднимать медицину, здравоохранение, конечно, вот в этом направлении надо работать. Светлана Николаевна, большое спасибо вам за участие. Разговор был действительно полным. Мы попытались охватить все сферы. Я напоминаю, что вы смотрели актуальное интервью. Сегодня в нашей студии был руководитель региональной общественной организации Якутская медицинская палата, главный врач Якутской городской больницы номер 3. Светлана Давыдова, оставайтесь на нашем канале.